Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о нашей с друзьями поездке в город Плимут, который находится на юго-западе Англии в графстве Девон. Туда мы отправились в конце августа-начале сентября 2015 года. Итак, мы с моей подругой Ириной из Латвии и другом Алексом из Литвы 30 августа 2015 года поехали в город Плимут отдыхать, загорать и купаться. Ну, а также посмотреть красоты графства Девон. На данный момент Плимут считается самым крупным городом в графстве Девон. Здесь сосредоточены судостроительные верфи и предприятия по переработке рыбы. Также здесь расположена военно-морская база Королевского флота, которая считается самой крупной военно-морской базой в Европе. Но мы поехали ухватить последние дни уходящего лета и немножечко позагорать и покупаться. Заранее забронировали билеты, которые нам обошлись в 10 фунтов в одну сторону. То есть туда и обратно получилось 20 фунтов. И также отель на две ночи, так как мы там находились три дня, который обошелся нам в районе 30 фунтов за две ночи на человека. То есть в общем на транспорт и ночевку мы потратили по 50 фунтов. Ну а там еще дополнительно были кое-какие расходы на питание и на поездки, и музеи. Поэтому в общей сложности за три дня я потратила около 60-70 фунтов. Выехали мы с автобусной станции вокзала Виктория в 9 часов утра. Я, конечно, накануне работала в гардеробе, поэтому была очень сонная и практически всю дорогу проспала. Напомню, что я работала в гардеробе клуба джентльменов по ночам, так скажем, с вечера до трех часов ночи, и поэтому только в 4 часа вернулась домой, и в 9 я уже была на станции. О том, как я работала гардеробщицей, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И вот так вот Леша с Ирой сели вместе и стали смотреть старые советские фильмы, а я на другой стороне автобуса спала практически все почти 6 часов. Только просыпалась на остановках, чтобы посмотреть, сколько осталось нам ехать. По-моему, мы делали две большие остановки в Пристале и Экстере. А путешествовали мы автобусами Мегабаз. Удивительно, я потом узнала от Леши, что Ира, допустим, не знает нашу классику кинофильмов. Они смотрели «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница», «А на обратном пути любовь и голуби», где Леша, допустим, знает практически все крылатые фразы и ставшие уже знаменитыми «Лютк, а Лютк». И было удивительно наблюдать за реакцией Иры, потому что она эту картину смотрела впервые и практически никак не реагировала. Ну, я думаю, что в ее менталитете просто этого не было. Она с детства уже училась в Великобритании, по-моему, с 12 лет, и поэтому не впитывала вот эту вот русскую культуру у себя в Латвии. А Леша вырос в Литве и там, видимо, смотрел все наши русские фильмы. В общем, приехали мы аж в 14.50, то есть наш путь составлял аж целых 5 часов 50 минут. Приехали, сразу же скинули сумки в наш отель. Точнее, это был гестхаус, который назывался «Сам Джордж». Очень приятные владельцы этого гостевого домика предоставили нам трехместный номер. Мы скинули туда сумки и пошли гулять по городу. Так как наш ночлег находился прямо напротив маяка, мы первым делом направились туда. Это основная и отправная точка любого туристического маршрута в Плимуте. Ну, мы так обошли вокруг маяка, посмотрели рядом какую-то крепость, ну, в общем, развалины какие-то. Все уже было закрыто. И мы просто пошли шляться по городу, рассматривать улочки и искать, где же находятся какие-то музеи. Прошлись по мостовой знаменитого в Плимуте района под названием Барбикан. Там находится, я так поняла, завод местного Джина. И тоже так поснимали, пофотографировали различные дома. Очень много интересных, красивых, старинных домиков. И вышли на набережную, где находится аквариум и основные музеи. По-моему, военно-морской музей, он уже был закрыт. И еще какой-то музей. Ну, мы там нашли такую вот интересную рыбу, скульптуру. Ну, видимо, так как Плимут считается морским городом, городом рыболовства, был поставлен вот такой вот памятник. И рядышком с набережной, точнее там уже были причалы, катера, яхты, мы увидели такой вот плакат, где было написано, что можно на катере добраться до чистейших пляжей, которые находятся на острове Каусенд и Кинсенд. Это коровьи пески и королевские пески, не знаю, как перевести действительно. И поездка на таком катере составляет всего 4 фунта. Мы так немножечко подумали и решили на следующий день прямо сесть в этот катер с утра и поехать загорать и купаться вот на эти чистейшие пляжи. От причала мы направились дальше, в сторону, где находилось огромное количество яхт. И там дальше было продолжение города, как нам казалось, но так как широкая улица становилась все уже и уже, пошла какая-то проселочная дорога, начало темнеть. Поэтому мы вернулись в центр. В центре нашли вот такой вот интересный фонтан, где посреди небольшого такого прудика стояла скульптура стрекозы. Затем мы прошли мимо Сан-Эндрюс-Чорч, то есть церкви Святого Андрея. Туда зашли внутрь, там какое-то мероприятие шло, мы немножечко посидели, послушали. И рядом с церковью я нашла вот таких вот овечек. Ну, просто скульптуры стояли, на которые я уселась и, конечно же, нафоткалась. После чего мы еще немного погуляли по городу и вышли в порт. Там уже ехали огромные грузовики и грузились на паромы и большие огромные лайнеры уходили куда-то от побережья. Да, Плимут считается одним из огромных портов Великобритании, откуда отплывают корабли как на другие побережья Великобритании, так и в Европу и даже по всему миру. И так как, в принципе, уже начало темнеть, мы решили пойти домой, купили еды и легли спать. На следующее утро мы проснулись, позавтракали, очень такой был классный English breakfast, английский завтрак, очень питательный, такого завтрака вполне хватает на целый день. И направились в порт, чтобы сесть на катер и поехать на остров Каусенд и Кинсенд. Такой вот небольшой катер ходит между Плимутом и вот этим островом или полуостровом и возит людей на морские прогулки. Да, все-таки это полуостров и он уже относится к графству Корнуэлл, о котором я вам уже рассказывала. Мы ездили с мамой туда в 2017 году, если кто хочет. Начало рассказа о нашей поездке смотрите в этом ролике. И вот пока мы плыли по волнам, мы увидели вот такой вот красивейший фрегат. Я его со всех сторон пофотографировала. По-моему, и на видео снимала, но, как вы помните, в 2015 году все видеофайлы у меня пропали. По причине того, что мой компьютер сломался и я не смогла вытащить оттуда мои видеофайлы. А еще нам встретился вот такой вот какой-то грузовоз, баржа. Никогда так вот близко не рассматривала. Очень интересно посмотреть такие корабли вблизи. Мы же причалили к остановке. Там тоже сели, легли, пофотографировались и пошли гулять по городу. Вода, кстати, была прозрачнейшая. Ну, там плавали какие-то водоросли, конечно, но вот так вот посмотреть и увидеть все морское дно, это очень мало таких пляжей есть чистых, чтобы было видно и мелкую гайку, и даже рыб, проплывающих мимо. Очень красивые заповедные места. Пока мы шли до пляжа, заметили вот такую вот часовенку и решили туда и спуститься, и там покупаться. Но это был какой-то не очень чистый пляж. Мы нашли там вот такие вот водоросли. Я даже примерила на себя платье Чунга-Чанги. Ну, и мы пофоткались, весело было. Там же немножечко покупались. Я взяла с собой в море телефон. У меня был тогда Sony Xperia, который мог снимать как бы под водой. Но мне было страшно все-таки опускать его в море. И я сделала несколько кадров вот такие, как бы водная гладь, и уже я. То есть, какой-то новый ракурс для себя открыла. Ну, не зря я побоялась опускать его под воду. Как-то там надо было закрывать все крышечки. Один раз я опустила этот телефон под струю крана, и у меня там что-то затекло и перестало работать до какого-то момента, пока не просохло. А в Дубае я вообще его утопила, потому что долго снимала вот эти приливы. И так вот у меня волной захлестнуло, и все, и мой телефон сдох окончательно и бесповоротно. Я его не смогла восстановить. А говорят, что он может снимать под водой. Что-то неправильно я делала. Видимо, как-то где-то надо было что-то закрыть. Ну, о Дубае я уже тоже рассказывала. Если кто хочет, смотрите в этом ролике. Затем мы пошли еще гулять дальше по берегу. Увидели какие-то рифы. Там спустились, тоже пофотографировались. И нашли местную церковь. Порассматривали местные дворики и также двери. Мне очень нравится в Англии двери, где есть такой крючок, которым стучат в дверь. И там вот я увидела вот такую вот рыбину. Тоже сфотографировала себе на память. Вообще очень много таких интересных молоточков. Мне встречалось в Англии. Где-то я что-то фотографировала. Вечером мы опять сели на катер и поплыли обратно в Плимут. Там в местной пиццерии купили пиццу. В магазинчике нашли аморетто. И пошли на пикник к маяку. Было уже холодно, ветрено. Но мы немножечко там посидели. Повспоминали какие-то свои предыдущие поездки. Просто было интересно и хорошо проводить время с друзьями. Затем мы пошли в отель и легли спать. 1 сентября на утро мы проснулись, снова позавтракали. И пошли гулять уже по музеям. Нашли местную картину галереи и музей. И там погуляли. Погуляли, посмотрели макеты кораблей, картины, тарелочки, вазочки, скульптуры, ордена и даже минералы. Так как Ира с Лешей в музей задержались, а на маяк не хотели идти, я пошла туда одна. Ну, мне же надо любой город увидеть с высоты птичьего полета. Экскурсия наверх маяка стоила фунт или два. Совсем недорого, я заплатила. Я питаю слабость к маякам, поэтому по лесенкам-по лесенкам пробралась на верхушку. И оттуда поснимала шикарные виды на город Плимут. Ну и также там находился дядечка, видимо, хранитель этого маяка или работник музея. И попросила его тоже пофотографировать меня на фоне Плимута. Затем мы снова встретились все вместе. И по рифам, прямо вот по этой отвесной скале, там есть небольшая такая дорожка, спустились вниз к морю. И там легли загорать, ожидая свой рейс на автобус, который у нас был запланирован в 6 часов вечера. Ну, то есть пролежали мы там около двух часов. Купаться не стали, потому что все море было в сплошных водорослях. Но мы встали в них только, пофотографировались. И в 6 часов уже выехали из Плимута и поехали обратно домой в Лондон. В 24 часа мы были на вокзале Виктория. И через час уже каждый был дома и легли спать. Вот так вот и закончилось наше путешествие в город Плимут. Ну, достаточно приятная, интересная и познавательная была экскурсия и хороший отдых. Пока на этом все. И прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok